Привет! Сейчас 6 утра. Я подумала, а не записать ли мне видео? Тем более, что мисс Лисенчик оставил мне интересный запрос, как я умудряюсь читать так много. Я немножко изменила фон. Я сижу на полу. Я очень странная по ночам. И по утрам. Ранним утром. А я давно хотела снять видео, рассказать о своей страсти к книгам, откуда она пришла и всё такое. А тут такой запрос в тему, так что я решила убить двух зайцев сразу. Итак, всё началось с моих родителей. Отец, весь его род, он очень читающий род. Соответственно, мой отец тоже очень любил читать и всё такое. Маму, когда ей было 5 лет, соседская девочка научила читать. И всё. С тех пор моя пропала в мире книг, она на них подсела. Соответственно, для меня двояко передалась эта любовь к книгам. С одной стороны, генетическим, через папу. С другой стороны, модель поведения родителей и ребёнка всегда служит образцом для подражания. То есть я видела, что родители мои читают. Значит, мне тоже надо. У меня даже, как бы мне мама рассказывала, что я брала книгу. Причём я тогда только-только научилась даже вообще сидеть, в принципе. Я её так вот перед собой ставила, я не знаю, держала, при том вверх ногами и читала. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Вот так вот я и читала. В три годика я уже научилась это делать. Ну, правда читать. Вот, да. И, собственно, с тех пор, чем я очень горжусь, не было ни дня, чтобы я не прочитала хотя бы строчки. Даже если у меня весь день полностью там расписан по секунду, просто. А под вечер ещё какой-то праздник, я прихожу домой там за полночь, не совсем в таком докладном состоянии, я всё равно, я вот такая вот, но я прочту. Хотите, я бы строчку, но прочту. Так что я думаю, как бы, я думаю, я ещё в утробе матери любила читать, и я читаю, люблю, обожаю читать до сих пор. Мне кажется, что я надеюсь, это как бы до самой смерти будет любовь к чтению, потому что я не представляю себя не читающей. Теперь, как я умудряюсь читать. Ну как? Тут, наверное, три основных момента. Первый самый главный момент то, что я каждую минуту, хоть у меня до кучи очень много увлечений, хобби, у меня работа, у меня то, у меня сё, всё равно я улучшаю каждую минуту, чтобы вот почитать немножечко. Я читаю перед сном, это обязательно ритуал. Иногда я из-за этого всю ночь не сплю, есть книга очень интересная. Я читаю, если это выходной день, то я, проснувшись, я в первую очередь валяюсь, читаю. Я читаю во время еды. Я могу даже читать даже во время чистки зубов. И то есть вот так вот. Второй момент. Увлеченность. Если книга действительно очень интересная, я не успокоюсь, пока я её не прочту. Просто я не могу перестать читать, если книга интересная. Это... Вот. Третий момент, это, наверное, то, что я... Так как я читаю уже очень много лет, у меня выработалась техника быстрого чтения, я это вот засекла с таймером. Вообще, одну страничку книжки вот такого формата. Я посчитала даже, там 33 строчки было. Я прочитала за 45 секунд. И вообще в книгу в 400 страниц я прочитываю за 3... с половиной часа. Ну, может быть, за 4 часа. То есть у меня на сотню уходит 1 час ориентировочный. Это так очень примерно называю. И, соответственно, увлечённость книгой, сюжетом, плюс скорость чтения быстрая. То есть это удваивает скорость прочтения, мне кажется. Да. Собственно, эти все секреты. Мне кажется, если человек, правда, любит читать, он будет читать много. Он найдёт способы это делать. Вот. Я читать люблю. Я нахожу способы. Да. Вот. Собственно, это всё. Это очень короткое видео такое. В какой-то веке. Да. В общем, я тебе хочу пожелать любить читать книги. Потому что, мне кажется, если бы не книги, то человечество цивилизованное вымерло бы или деградировало бы очень сильно. Да. Поэтому люби, читай, читай больше всех. Ну, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...